Пейзажи и натюрморты пропитаны теплом, даже если на картине изображена зима. Все потому, что на полотнах воспоминания из детства. Автор выставки Рузеля Караева рассказывает, росла в поселке Старая Кулатка Ульяновской области. Ухаживала за гусями, бегала с друзьями на речку, собирала полевые цветы в букеты. Именно эти моменты и решила запечатлеть на картинах. Натюрморт «Чаепитие» тоже из детства. Это картина «Чаепитие» про мою бабушку. Я посвятила ей эту картину. Воспоминания очень теплые. «Чаепитие», веселье с бабушкой. Это все, конечно, дорогое стоит. И я вот решила написать этот Натюрморт. Рузеля Караева делится. Писала картины тоже с детства. В кружок рисования ее привел отец. Всегда восхищался работами дочки, даже шутя называла ее великой художницей. Однако девушка и ее родные решили, что картина эта как-то несерьезна. Долгие годы Рузеля трудилась бухгалтером. В глубине души продолжала скучать по живописи. Откладывать мечту на потом перестала только после смерти отца. Я бухгалтером работала до 39 лет. Потом себе сказала, пора, Рузеля, воплощать свою мечту детскую, свое предназначение. И вот пошла учиться. Вот, в зну ей пошла. На выставке представлены яркие пейзажи и насыщенные натюрморты. Автор рассказывает ей ближе реализм и импрессионизм. Вдохновляется в первую очередь красотой природы, которую с удивительной точностью передает на каждый из работ. Художница признается счастлива, что наконец занимается любимым делом. И этим счастьем через свои работы старается зарядить и посетителей. Совет не бояться. Не бояться идти, чувствовать себя. Надо идти воплощать свою мечту. И не бояться. И верить в себя еще. Вот самое главное. Познакомиться с творчеством Рузели Караевой и вдохновиться природными мотивами можно в Расторгуевской библиотеке ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.